Все звёзды на одной сцене, и все они играют в постановке «Заложники любви». Вот уже восемь лет зрители искренне смеются и плачут на этом спектакле. Антреприза с голосальным успехом прошла во многих городах России. «Верхняя солдань» стала исключением. Очень трогательная и весёлая лирическая комедия о любви и нежности, преданности и верности, которые не меркнут с годами. Две пары с разных концов планеты остаются верными этим высоким чувствам на этом и даже на том свете. Как ты там живёшь, Криш? Грех – шаповаться. Хорошо живу. Два раза в месяц на землю отпускаю. Ну, может, и к самолосу. Да, с мятой Пётром не очень строг. Каждый день, каждый день заставляю вставать на ботетельские пары. Я с Дыборкой там познакомился. Она 150 раз уже встаёт. Сразу же после спектакля нам удалось побеседовать с Александром Панкратовым-Чёрным. Вот каждый человек – режиссёр своей судьбы. Вот вы согласны с этим высказыванием? Мне кажется, режиссёром моей судьбы была моя бабушка и мама, и дед. У меня режиссёров много было. Ну, хороших режиссёров. Хороших, да. Дед – штабс-капитан Зимнего дворца. Отвечал за золотую лестницу в Петербургском Зимнем дворце. И вот прошло много-много лет. И я замечательной актрисой Наташей Филипповой. Она мои стихи очень хорошо читает. «И мы приехали ко мне в деревню, где я родился и вырос. Алтайский край». И на Тополе, уже дома нет, уже там всё уничтожено. Но Тополь, там, я не знаю, в три-четыре обхвата. И наверху скамеечка, уже прогнившая вся такая, всё. А я смотрел на эту скамеечку и плакал, потому что меня дед туда загонял. Порол, как Сидорова коза. И говорил, Санка, брось писать стишки, при большевиках живём. Вот самые главные и важные для вас ваши строки есть? Вы знаете, Таня, у каждого человека есть что-то важное. Если что-то со мной случится, вы не думайте, что случает. «Просто к небу умчусь я птицей от отчаяния и молчания». Вот так вот. Вот как Мишу и Вдакимова убили, вот я вот и думаю, если что-то со мной случится. Потому что самое страшное, самое страшное – это одиночество. Светлана Тома согласилась пообщаться с нами не сразу. Уставшая, без макияжа, она искала причины, чтобы отказаться от интервью. Но наше терпение и ожидание сделали своё дело. Я где-то прочитала, что у вас есть в семье какой-то очень ценный, такой важный для семьи амулет, благодаря которому в семье рождаются одни девочки. Расскажите. Да-да-да. Ну, это такая камея, которая в семье от моей прабабушки. И вот эта камея когда-то там по таким семейным преданиям. Значит, вот моя прабабушка хотела, чтобы там родились девочки. Девочка. Ну и кто-то там ей сказал, вот если в семье будет камея, то будут рождаться девочки. Ну, действительно, у вас замечательная дочь. Да вот, и с тех пор, прадедушка купил камею, подарил бабушке, прабабушке. И вот с тех пор, вот эта камея, она переходит из семьи в семью по женской линии. Камея была у моей бабушки, у которой родилось шестеро девочек. Эта камея потом была у моей мамы. Она была самая младшая из шести девочек. У неё родились две девочки. Потом эта камея перешла у меня с сестрой. Вот две девочки, да. Моя сестра родила девочку, я родила девочку. И теперь камея находится у моей дочери, она родила девочку. И моя племянница родила девочку. У нас рождаются одни девочки. Хочешь, не хочешь, поверишь в это. Самый главный, наверное, самый главный критерий, вот по вашему мнению, красоты женской какой? Я думаю, что женщина должна оставаться собой. Вообще любой человек. Не нужно стремиться быть на кого-то похожей. Красота, она внутри человека. Внешняя красота, она сегодня есть, завтра её нет. Она уходит. А внутренняя красота, она остаётся. А что такое внутренняя красота? Это порядочность, это честность, это духовность. Вот это самое важное. Во всяком случае, меня так воспитывали. После интервью с Александром Васильевичем и Светланой Андреевной осталось лёгкое чувство сожаления, что известным актёрам в достаточно уважаемом возрасте приходится ездить с гастролями. И в большей степени не от любви к искусству, а по более банальной причине – финансовой. Стыдно за нашу страну, обидно за людей. Продолжение следует...